Сегодня у нас 23 апреля, мы находимся в Уфе, в прекрасном магазине, в бутике Дамские Штучки. Рядом хозяйка бутика. Пожалуйста, представьтесь нашим зрителям. Лебедево Альбино. Бутик Дамские Штучки. Сколько их бутиков? Один. В городе один, да, сейчас. Зато такой красивый, стильный. А вы пока рассказывайте, сколько ему лет бутику? У нас в свое время была достаточно большая сеть, до пяти магазинов. Это магазин появился одновременно с откатистом торгового центра, самый новый. И в общем, из всей сети остался урок на данный момент. Пришлось закрыть остальные? Ну, да, тем более теперь это наш профильный бизнес, мы уже занимаемся одеждой. А этот бутик мы держим как память о том, как мы начали заниматься торговлей. Хорошая память. Да. Вот совершенно непонятно, имея такой прекрасный дизайн, да, вы же делали это все с любовью. И мне, даже в эти сложные условия, вы не пытаетесь его как-то развивать, чтобы это было несколько. Ну, мы пытаемся развивать, просто всегда приходится с экономической точки зрения искать и считать, и выбирать, куда выгоднее вкладывать. Как в одежду? В одежду выгоднее вкладывать, да. Да, и было у нас, значит, два магазина, и второй мы закрыли год тому назад. Это был стритовый магазин. Ну, то есть за этот магазин прибыльный, да, мы его держим. В общем, как бы получаем от него не только удовольствие, но и деньги. И из тех, наверное, магазинов, что закрывали, клиентура все равно переходила в оставшиеся. Да, да. Ну, вообще так получилось, что когда у нас было очень такое удачное начало, первый магазин на проспекте Октября, Галант он назывался, вот, и у нас есть до сих пор покупатели здесь, которые ездили туда, хотя географически им это не выгодно, далеко, но они ездят, да. Ну, а здесь вот какие марки вы представлены? Можете так обзор сделать? Ну, у нас, можно сказать, следующие основные марки это Роспиталь, Маримели, в более высоком ценовом сегменте Пассианата, ну, на данный момент это вот основные марки. Ну, Марк Андре у нас еще представлено, купальники Марк Андре и бесшовный Марк Андре. Ну, такие специфические, значит, большие размеры, это Бестфорум. Вот это Бестфорум? Да. А по франшизе не задумывалось, ничего? Ну, мы в свое время открылись все-таки под этим названием, оно здесь в городе Веселку. Удачно. Да. Начали мы работать, пытаясь закрыть нишу Дима, который очень широко был представлен в свое время. В нашем городе, потом он свернулся, и, в общем, мы решили, и вот так началось наше сотрудничество с Анатолием. Давно уже сотрудничали. Да, мы с ними сотрудничаем давно, да. И, в общем, все марки, которые у нас есть, они, даже если сейчас мы по ним не работаем с Парижанкой, они появились в Дуга и Парижанке. То есть в свое время не были их марки, они там по каким-то своим причинам от них отказались, но мы оставили. Как вы чувствуете себя в это непростое время? Ну, вообще, текущий год, конечно, такой для нас непростой, и я не связываю это с кризисом, потому что мы и 2009 года кризис достаточно успешно пережили. Вот. У нас и полностью сменился персонал в этом году. И хочу сказать, что, конечно, на пелье, если говорить о кризисе, он, конечно, позаметнее именно конкретно так, чем по одежде. В одежде у нас все хорошо. Ну, что касается продавцов, мы и вчера заметили сразу, когда пришли, очень приятный продавец, контактный, вот, с вашей сегодняшней, сегодняшней девушкой мы еще не сильно так познакомились, вот. Не успели пообщаться. Да, она улыбалась побольше. Душная стоит. Слышно. Хорошие у нас продавцы, поэтому думаю, что... Ну, мы уделяем, да, большое значение именно работаем с персоналом, и всегда пытаемся найти... Ну, мы как бы заявляем, что у нас магазин французского белья, и хотим, чтобы девушки у нас были такие красивые, интеллигентные, и они на самом деле такие деликатные и профессиональные. Судя по тому, что мы увидели в городе, у вас есть хорошие перспективы, потому что немного магазинов действительно классных, с любовью оформленных, с любовью к покупателю, к товару, к себе, скажем так, да? Да, поэтому уверен, что у вас есть возможности здесь, поэтому подумайте, потому что здесь у вас одни марки, у других магазинов, конечно, не повторяю, могут быть другие марки, очень много хороших. Сейчас предлагается как раз именно кризис, и вы можете выделяться на фоне...